Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Ускорить расчистку улиц, на которых произошли прорывы труп от наледи. Такое поручение на еженедельном совещании в мэрии дала глава Самары Елена Лапушкина. О работе, которую провели по результатам субботнего объезда города, доложили сотрудники ресурсоснабжающей организации. Открытый диалог с людьми, опыт специалистов, инновационные идеи и опоры на национальные проекты. В Самаре скорректировали и актуализировали стратегию социально-экономического развития города до 2025 года. Праздник на приходит. В столицу региона прибыла передвижная резиденция главного новогоднего волшебника страны из Великого Устюга. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей с Днем Конституции России. Глава региона отметил, что сегодня наша страна решает сложные и масштабные задачи, поставленные президентом Владимиром Путином и противостоит санкционному давлению Запада. Сейчас особенно важно объединить усилия всех уровней власти, бизнес-сообщества, общественных институтов, граждан для укрепления экономики и социальной сферы, сохранения гражданского мира и согласия, обеспечения спокойной и благополучной жизни нашего многонационального народа. Дмитрий Азаров поблагодарил жителей региона за самоотверженный труд, глубокое понимание ответственности за историческую судьбу России, верность памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству. Ключи в новую жизнь в Самаре. 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье. Ключи от новых квартир выручили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Наша съемочная группа побывала на торжественной церемонии и пообщалась с новоселами. Репортаж Светланы Кудрявцевой. Радостные лица, подарки и поздравления. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина вручают молодым жителям Самары ключи в новую жизнь. Белинский Игорь. Встречаем всех аплодисментами. С 15 лет Игоря воспитывал дедушка. Новоселами стали 14 девушек и юношей. Некоторые из них в детстве остались сиротами. У других родители лишили прав. Кто-то жил в приюте, кто-то в приемных семьях или у опекунов. Но теперь эти молодые люди обрели собственный дом. Друзья мои, вы теперь полноправные хозяева своего жилья. Пусть поселится в этом доме счастье, радость, радость побед, достижение добрых человеческих отношений, любви и добра. Я от всей души вас поздравляю еще раз с новоселью. Молодые самарцы получили жилье в новостройках на 18-м километре Московского шоссе. Рядом есть магазины, торговые центры, школа, детский сад и поликлиника. В числе новоселов Ксения Ведяпина. Сейчас она учится на четвертом курсе Самарского государственного технического университета. Занимается техносферной безопасностью. С 11 лет Ксения жила с бабушкой и дедушкой. А теперь будет обустраивать собственную квартиру. Здесь уже сделан чистовой ремонт, установлены все приборы учета и сантехника. Я пока в шоке, очень так удивлена и радостно, безумно радостно, что это моя собственная квартира, полноценная. Все-таки 39 квадратных метров практически с минимальными удобствами. Поэтому я очень рада, очень благодарна. Транспортная развязка удобная, потому что здесь, если, допустим, имеется свой транспорт, можно на Кольцово их идти и на Московское шоссе, и на Волжское шоссе. Меня устраивает транспортная развязка. Я сегодня добиралась из института сюда на автобусе. В принципе, проблем никаких не составило. В этом году на жилье детям-сиротам из областного бюджета выделено более миллиарда 300 миллионов рублей. Свыше 116,5 миллионов из бюджета города. В случае, если у ребенка менее учетной нормы, либо нет вообще жилья, мы такого ребенка в 14 лет вставим на очередь. Когда исполняется 18 лет, у них уже возникает право предоставления жилья. Конечно, на сегодняшний момент не все в 18 лет могут получить это жилье, но в Самаре действует норма. Это предоставление ежемесячной денежной выплаты на наем жилого помещения до того момента, пока ребенку не будет предоставлено жилое помещение. За четыре года в Самарской области новое жилье получили 2706 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году квартиры получат 867 человек. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Открытый диалог с людьми, опыт специалистов, инновационные идеи и опоры на национальные проекты. В Самаре скорректировали и актуализировали стратегию социально-экономического развития города до 2025 года. Напомним, документ приняли в 2013 году. Однако потребовалось его обновление, поскольку новое время ставит новые задачи. Сегодня проект скорректированного документа рассмотрели и одобрили члены стратегического совета. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Создавать будущее, опираясь на прошлое и изучая настоящее, в Самаре актуализировали стратегию социально-экономического развития города до 2025 года. Скорректированный проект рассмотрели на заседании стратегического совета. На обновление главного стратегического документа ушло два года. Сегодня мне хотелось поблагодарить всех участников этой работы, которые вложили свой труд в развитие города. При подготовке обновленной стратегии мы сохранили те принципы, которые зарождались в 2013 году. И в основу легло стратегии тесное взаимодействие с научным, профессиональным сообществом и, безусловно, максимальное вовлечение горожан ее обсуждением. Напомним, стратегию развития города утвердили в 2013 году. Ее разработали с учетом опыта других мегаполисов, профессионального сообщества и мнения жителей. Тогда документ признали лучшим в стране. Он во многом предопределил социально-экономический рывок в развитии всего региона. Однако новое время ставит новые задачи, стратегию потребовалось актуализировать. Но, как и прежде, определяющим фактором при корректировке и актуализации стратегии стал подход, направленный на максимальное вовлечение горожан. Субъектом стратегического планирования в Самаре рассматриваются институты гражданского общества. Это и социально-ориентированные некоммерческие структуры, активные граждане, местные сообщества и использование их потенциала в системе местного самоуправления. За два года, пока шла работа по актуализации документов, в городе рассмотрели тысячи предложений от жителей. Провели девять стратегических сессий, семинары, экспертные обсуждения и соцопросы. Основной площадкой для работы по корректировке документа стал Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. В точке кипения у нас было девять слушаний. Причем девятое слушание было с привлечением молодежи, студентов, аспирантов, где они могли тоже высказать свое мнение, было интересно послушать, что же предлагает молодежь. Но кроме этого было пять у нас групп, и в эти группы мы привлекали и юристов, и социологов, и айтишников, и тех, кто специалистов там по строительству, по транспорту. Поэтому у нас получилась такая междисциплинарная работа. Стратегический совет одобрил новые документы, направил его на рассмотрение в городскую думу. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. По обращению граждан, не только решение коммунальных вопросов стало ключевым в ходе еженедельного объезда главы города Елены Лапушкиной. В центре внимания городские локации, о которых заявляли жители. В этот раз глава побывала в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах. Какие вопросы удалось решить и что остается на контроле, узнал Михаил Ермоленко. Сильные морозы, отсутствие снега и, как результат, порыв трубы. Некоторые городские коммуникации холода переносят плохо. В течение нескольких дней въезд во двор по улице Карла Маркса напоминал хоккейную площадку. Здесь суровые погодные условия не выдержали трубы с холодной водой. Жители попросили как можно быстрее устранить неисправности. По данному адресу у СКС было две утечки на сетях. Первую утечку устраняли 4 декабря. Проводили земляные работы, устраняли порыв, который находится за нами. И 7-го числа меняли задвижку диаметром 200 мм. Соответственно, излив произошел на территорию придомовую. Была залита дорога. Как устранили последствия порыва на сетях во дворе по улице Карла Маркса, 17, проверила глава города Елена Лапушкина во время еженедельного объезда района в Самаре. Ресурсники справились и с порывом, и в течение выходных очистили дорогу ото льда. Похожая ситуация произошла и в Октябрьском районе Самары. Все та же улица Карла Маркса, только на этот раз вода разлилась не во дворе, а на проезжей части. На участке от улицы Академика Солдатова до Метерева. Здесь причиной послужил засор в трубе. В течение двух дней специалисты ресурсоснабжающей организации устранили все последствия. Устранили засор прежде всего. Дальше подключились. Мороз на улице стоит, образуется наледь. Поэтому отработали реагентами, счищаем наледь с дорог. И сегодня работаем с щетками, чтобы до конца уже привести дорожное полотно в порядок. В Советском районе порыв на сетях водоснабжения привел к затоплению двора, части территории школы и детского сада. Также вода попала на аллею, которая расположена на улице Авроры. В выходные специалисты боролись с последствиями, но ото льда участок удалось освободить лишь частично. Решение этого коммунального вопроса на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Проезд к 170-й школе на улице Авроры расчищен от наледи. На совещании в мэрии обсудили, какие работы провела ресурсоснабжающая организация после объезда города, который прошел в субботу по инициативе главы Самары Елены Лапушкиной. По каким адресам работы ведутся в первую очередь в нашем сюжете. Ускорить расчистку улиц, на которых произошли прорывы труп, от наледи поручила глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном совещании в мэрии. Такое распоряжение глава озвучила по итогам прошедшего в субботу объезда города, который включал в себя следующие адреса. Карла Маркса, 17, 165-Б, Аксаковская, 169, Гагарина, 59, Авроры, 121. По факту я ездила проверять те адреса, на которые наши жители обращаются в социальных сетях. И действительно, то, что я увидела, вызывает не вопрос, а вызывает, откровенно говоря, возмущение. По дворовой территории абсолютное безобразие. Представитель ресурсоснабжающей компании рассказал, что из-за перепадов температур и отсутствия снега происходят постоянные порывы труп. Сейчас в работе находятся 72 адреса. И чтобы навести там порядок, ресурсоснабжающая организация планирует привлекать к работе подрядчиков. В настоящий момент времени у нас работают 12-16 бригад. Работаем 24 на 7 с учетом выходных. По внутриквартальным проездам мы усиляться будем за счет подрядных организаций по уборке налетий и внутриквартальных территорий. Представители ресурсоснабжающей организации уверили, что первоочередное внимание уделяется расчистке подходов к социально значимым объектам, таким как школы, больницы и детские сады. По результатам субботнего объезда проезд к 170-й школе на улице Авроры, неподалеку от сквера, уже расчищен. По остальным адресам работы ведутся. Говорили на совещании о выполнении плана по расстелению жителей из ветхого и аварийного жилья. В 2022 году в Самаре планируется расселить 2758 человек. На сегодняшний день расселено 1413 человек. Остальные въедут в новые квартиры до конца года. Виктория Шарой, Константин Головин. События. Получили ответы на важные вопросы. В Самаре состоялся единый консультационный день для семей мобилизованных. Его провели уже в третий раз, поскольку такой формат встречи наиболее востребованный и эффективный. Родственники мобилизованных смогли поговорить с главой города Еленой Лапушкиной, с представителями военного комиссариата, главами разных департаментов, министерств, сотрудниками надзорных органов и других ведомств. Подробности в сюжете. Оформление кредитных каникул, устройство ребенка в детский сад, медицинская помощь престарелым родителям – вопросы, с которыми родственники мобилизованных обращаются в различные инстанции. Чтобы получить ответы оперативно и с первых уст, в Самаре в третий раз провели единый консультационный день. В ДК «Заря» на одной площадке родственники мобилизованных самарцев смогли задать интересующие вопросы главе города Елене Лапушкиной, главам районов, представителям департаментов, министерств, банков, налоговой службы, службы судебных приставов и других ведомств. Здесь присутствует и нотариальная палата, и пенсионный фонд, и служба занятости. Конечно, в первую очередь присутствуют и специалисты военкоматов, если вдруг у родственников возникают вопросы по линии выплаты каких-то пособий. Конечно же, здесь присутствует и городская прокуратура, для того, чтобы сразу принимать меры в случаях, если то или иное учреждение в какой-то степени не очень быстро отреагировало на вопросы мобилизованных. В Самаре на каждую семью мобилизованных оформлен социальный паспорт. За семьей закреплен куратор, который находится на постоянной связи, держит на контроле все возникающие вопросы и помогает с их решением. Отработан и механизм оказания медицинской помощи родственникам мобилизованных – детям, родителям, женам. Единый реестр семей ведет госпиталь ветеранов-воин. А в каждом медицинском учреждении города и региона назначены лица, ответственные за помощь семьям мобилизованных. В случае обращения родственников передается просьба или в поликлинику, в которой прикреплены родственники, и проблема отрабатывается в течение трех дней, с родственниками связываются и оказывают помощь. Как правило, это оказание помощи в получении инвалидности, в консультации каких-то специалистов узких. Ускорение диагностических обследований. Межведомственные встречи планируют продолжить и дальше, поскольку такой формат общения показывает свою эффективность и востребованность. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре продолжается строительство станции «Метро театральная». Рабочие заканчивают переносить инженерные коммуникации. Также в историческом центре подходит к концу разработка стартового котлована, а в его основании занимаются подготовительным бетонированием. Этот вид работ стартовал со стороны улицы Вилоновская. С прошлой недели на участке ведется армирование вибро- и шумозащитной плиты. В дальнейшем продолжится следующий этап бетонирования. Все это связано с устройством разгрузочной плиты толщиной более метра. На нее смонтируют ложи под тоннель и проходческий щит, поверх которого предусмотрен монтаж рамы упора, с которой щит будет отталкиваться и двигаться в направлении станции Алабинская. Напомню, в начале прошлой недели открыли движение в районе улиц Полевая и Новосадовая. Теперь водители, которые едут в сторону Старого центра, по одной свободной полосе смогут уйти с Новосадовой на Полевую и далее двигаться по намеченному пути. Кроме того, в этой зоне метростроя специалисты готовятся к следующему этапу частичного открытия движения транспорта по улицам Полевая и Самарская. До 20 декабря должна быть выполнена необходимая подготовка, прежде всего, временное благоустройство проезжей части дорог. Все процессы, связанные с возведением станции Театральные, находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей. Станция Театральная свяжет удаленные районы Самары, в том числе Безымянку и Юнгородок, с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Это, прежде всего, удобство для жителей, потому что у нас есть районы, которые достаточно удалены от центра города. Благодаря метро решаются проблемы, так сказать, пробок, когда жители могут достаточно легко, комфортно и быстро добраться до места, где они могут пойти в культурные места, в Театр оперы и балета. Они могут просто прогуляться в центре города. У нас такая прекрасная набережная. Нескончаемая череда шуток и многое работа и победок, которые шли на протяжении года. В финале КВН встретились четыре команды лидера. Кто стал победителем и какого игрока назвали лучшим в сезоне в нашем сюжете. Напряженная борьба на протяжении долгих месяцев – и вот он, долгожданный финал КВН. Из 18 команд, которые боролись за победу, осталось четыре. Перед началом игры участники полны эмоций и готовности выхватить у соперников заветный кубок победителя. За первое место борются лучшие команды сезона – Самарского экономического университета, юридического института ВСИН, социально-педагогического университета и Самарского аграрного университета. Естественно, мы надеемся на победу и все для этого сделали. А там уже путь что будет. КВН – такая игра, понимаете, игра эмоций. Реквизит, массовка, куча всяких шуток интересных, энергетика и все-все такое. Огромный корабль на сцену выписали. Ребята творчески подготовились, но судя по репетициям, я все равно вижу, что они очень дружны между собой, что они приобретают помимо творческих навыков и возможности работать с большой аудиторией, они приобретают самое главное – это друзей. Лидер наметился с самого начала. Шутки студентов Самарского аграрного университета, расположенного в Усть-Кенельске, подкупали отсылкой к тем ситуациям, с которыми, по признанию жюри, сталкивается каждый. В каждом классе рано или поздно появляется школьник, который по своему физическому развитию обгоняет физрука. Победителем сезона стала команда «Уголок чудес» аграрного университета, а ее участница Евгения Белоусова признана игроком сезона. На самом деле мы рассчитывали на эту победу. Мы не знали, результаты всегда непредсказуемы, но мы поняли, что либо сегодня все, или ничего. Кубки победителям вручила глава Самары Елена Лапушкина, а специальный приз главы города достался участнику команды «Уголок чудес». Спасибо Сергей Николаевич за вашу любовь к КВНу, за вашу любовь к Самаре и за КВН в Самаре. Ваша команда прекрасна и надеюсь, что наше совместное сотрудничество будет продолжаться еще долгие-долгие годы. Моё сердце окончательно тронул пятиклассник, который больше учителей физкультуры. Команда победителей «Уголок чудес» будет представлять Самарскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Волшебство на рельсах. В субботу самарцы на железнодорожном вокзале встретили необычный поезд. Это передвижная резиденция Деда Мороза. В путь по городам России из Великого Остюга состав отправился 22 октября. Окунулась в сказку и наша съемочная группа. Поезд главного Деда Мороза страны видно издалека. Паровоз, словно новогодняя игрушка, горит и переливается. На перроне не протолкнуться. Доброго волшебника ждут более 600 ребят и их родителей. И минус 10 градусов на улице не помеха. Здравствуйте, дорогие друзья! Дед Мороза. Дед Мороза. Дед Мороза. И все самое лучшее вам всегда приходит, по нашей любимой, российской железной народе. Длинная белоснежная борода, красный нос и посох. К ребятам выходит главный новогодний волшебник – Дедушка Мороз. Из Великого Остюга он выехал еще в октябре. Объехал более 70 городов и, наконец, добрался до Самары. Вместе с ним сказочная свита, любимая внучка Снегурочка и символы наступающего года – крольчата. Ой, друзья, Самара принимает самыми теплыми улыбками и глазами ребят. Нам очень понравилось. А еще, друзья, Дедушке Морозу подарили настоящую космическую еду. Вот это да! Будет интересно потом посмотреть. Первая часть представления проходит на улице. Для ребят приготовили песни, танцы и различные забавы. Некоторым удалось пожать руку новогоднему волшебнику и даже передать письмо с пожеланием новых игрушек и конфет. Если с конвертами пришли не все, то песни и стихи наготове к такой встрече у каждого ребенка. Летит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая. Дорогу бурную легко проносится, не высь лазурную на землю бросится. И пока одни развлекаются на свежем воздухе, счастливчики, чьи родители успели приобрести билет на поезд, отправляются в путешествие по сказкам. Ближе знакомятся с командой Деда Мороза и проходят ряд испытаний. К примеру, на смекалку. Белки в нем живут и волки. В нем растут дубы и елки. Вы сочинены до небес. Это что, ребята? Нет! Всего в поезде 19 вагонов. Для игр и квестов, ресторан, лавка с сувенирами и, главное, передвижная приемная Деда Мороза. За рассказанные стихи, ребята, новогодний подарок. Спасибо. Пожалуйста, друг мой. Держи, милая. У новогоднего поезда очень плотное расписание. Вплоть до 15 января Дед Мороз будет колесить по всей России без выходных. Все для того, чтобы объехать как можно больше городов и поздравить детей и взрослых с Новым годом. Ксения Баканова, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Более 37 тысяч мест для проживания студентов и педагогов создадут в России в 2023 году. Для этого в 9 городах построят университетские кампусы мирового уровня общей стоимостью около 230 миллиардов рублей. Говорится в телеграм-канале руководителя департамента информации и аналитики Елены Рыжковой. Из 39 поданных заявок были отобраны 9. Строительство кампуса в 2023 году начнется в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на федеральной территории Сириус. В Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптировано порядка 100 почтовых отделений. Говорится в телеграм-канале департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Из них 28 расположены в Самаре, 23 в Тольятти, 8 в Сызрани, 7 в Новокуйбышевске и 4 в Чапаевске. Почтовые отделения для клиентов с ОВЗ также работают в Кенельском, Нефтегорском, Безинчукском, Сергеевском и других муниципальных районах региона. Узнать такие отделения можно по информационным вывескам со шрифтом Брайля на фасадах и почтовых ящиках для корреспонденции. В музее Алабина откроется выставка «Ярмарка Базарт», сообщает телеграм-канале промышленного района. Организаторы обещают погружение в удивительный мир авторского искусства мастеров нашего региона. Здесь можно будет приобрести елочные игрушки, сувениры, украшения, предметы интерьера и еще много других уникальных изделий ручной работы. Гостей и участников выставки ждет культурная и развлекательная программа, мастер-классы, лектории, прозыгрыш призов, а также шоу «Вязанное Рождество». Выставка будет работать 16 декабря с 10 до 20 часов, 17 и 18 декабря с 10 до 18 часов. Вход свободный. В День Конституции России юные граждане Кировского района, которым исполнилось 14 лет, получили главный документ «Паспорт», информируют в телеграм-канале Кировского района. Школьников поздравили педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Металлург» и солистка образцового детского эстрадного ансамбля «Смайл». В торжественной обстановке главный документ юным жителям вручили заместитель главы Кировского района и заместитель начальника отдела по вопросам миграции. Они пожелали школьникам соблюдать основной закон Российской Федерации, жить достойно и любить свою родину. День Конституции России На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова